Еще коротко о событиях в стране. В преддверии Дня независимости Республики медработники Алматинской области получили более 50 автомобилей скорой помощи. Машины отправятся в районы и отдаленные села. Нефтеперерабатывающий завод «Ватерау» начинает переход на выпуск автомобильного топлива, отвечающий стандартам Евро-4 и Евро-5. После выхода комплекса на проектную мощность объем переработки сырья на заводе увеличится с 5 до 5,5 млн тонн в год. В Северном Казахстане дошкольным образованием обеспечили всех малышей от 3 до 6 лет. В канун Дня независимости в Петропавловске открыли новый детский сад на 140 мест. Реализуется проект в рамках программы государственно-частного партнерства. Всего на севере страны к празднику сдали в эксплуатацию 50 новых объектов. В Бурюнском районе Западно-Казахстанской области ко Дню независимости сдали несколько социальных объектов. Всего в районе строится 50 объектов на общей сумме 17,5 млрд тенге. Накануне Дня независимости жителям Шумкента преподнесли замечательный подарок. Сегодня на воселье отметили 558 семей города. Для них в микрорайоне Нур-Сад по программе Нур-Лежер построили 11 многоэтажных домов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова